Новосибирск Новосибирск Общественный транспорт. На линии с пяти утра. График расписан по минутам. Троллейбусы, автобусы, трамваи. Более 170 маршрутов по всему городу. Они начинают работать раньше тех, кого везут на работу. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, не забывайте оплачивать проезд. В салоне работает кондуктор. Доброе утро. Прошу вас. Не с той ноги я оставляю дома. На полочку положила свое настроение. Сюда я прихожу. С людьми я должна быть корректной. Каждый человек достойен уважения. Каким бы он ни был. Благодарю за улыбку. Я люблю, когда люди улыбаются. Доброе утро вошедшим. Ирина только по фамилии сирота. Каждый пассажир в троллейбусе ей как родной. Пожелает доброго утра, хорошего дня. Душевная беседа завязывается как-то сама собой. Самое главное, людям настроение поднять. А остальное... Мне по вам хорошо, мне хорошо. Правильно. Конечно, желательно бы, чтобы побольше таких было людей в общественном транспорте. Вот именно по такой специальности. Потому что это надо. Это очень здорово. Новосибирск открыт ко всему новому. В самом названии города готовность к переменам. Вот, к примеру, пассажиры новосибирского общественного транспорта одни из первых в стране начали оплачивать проезд без наличных денег. Единой транспортной карте уже больше десяти лет. Новости. На городской волне. Кондукторам муниципального общественного транспорта выдали 550 новых терминалов. Вместо билета пассажиры теперь получают чек. На нем есть информация о времени поездки, указан номер маршрута и остаток средств на карте. Новые терминалы собирают и передают данные о количестве пассажиров и не только. Это наше орудие труда. Так же, как этот в магазине. Касса, так и у этого тоже самое. Вот просто берем карточку, прикладываем, нажимаем кнопочку. Зафиксировалось, чек выходит. Все. Все. Вот видно, сколько мы за смену привезли человека. А не то, что там в карманы наложили. Все с чека. При всех новациях и улучшениях парадокс. Сколько существует общественный транспорт, он всегда вызывает недовольство у пассажиров. Без него никак. А с ним проблема. Особенно вечером. Есть такое, что уходят с рейса машины, пытаемся перекрыть, как-то переключить с других маршрутов машины. Все разговоры, все неподчинения, все передается руководителям для принятия решений. Это все наказывается рублем, как говорится. Водители слушаются. Слушаются и слушают. В Центре управления общественным транспортом диспетчеры не умолкают. Пока на линии есть хоть один троллейбус, автобус или трамвай, они работают. Борт 512, доброе утро. На площадь Калинина подъехали, пожалуйста, долго не стойте. Высадка, посадка и в рейс отстой строго запрещены. Борт 3056, пожалуйста, по возможности время нагоните. Перед вами вагон уже на педагогическом лицее. И вы время постарайтесь нагнать. Диспетчеры у мониторов за несколько километров от водителя. Но от их пристального наблюдения никто не скроется. Следят через спутниковую систему. Спрятаться невозможно. Мы работаем для пассажиров в первую очередь, чтобы пассажиру было комфортно, удобно. У меня никаких претензий к общественному транспорту нет. Я всегда еду с комфортом. Не устраивает транспорт наш общественный. Не знаю, как других. Он комфортный, да. Дорога такая хорошая. То есть практически пробок никогда не бывает. В городе-миллионнике привилегии не уличного. Общественному транспорту зеленый свет. На широких проспектах у новосибирских троллейбусов и автобусов своя полоса. Все в пробке пыкаются, мыкаются. А мы по полосе уже едем, уже и расписание соблюдается у нас, и все такое. Хотя и час пик идет. Не было бы этой полосы, то мы в час пик будем на полчаса, а то и на 40 минут. То есть вместо часа мы бы ехали полтора часа. А так как мы едем по графику, вот положено, это уже намного плюс. Виктор Селиванов один из тех водителей, которые за рулем полжизни. 50 лет назад его семья перебралась в Новосибирск. История, знакомая многим. Приехали, освоились, остались. Третий по численности город страны, со дня основания и по сей день, город приезжих. Ему чуть больше ста. Молодой, дерзкий. Его энергию и дух лучше всего передает интенсивное автомобильное движение. Новосибирцы всегда куда-то спешат. И вот он едет, он одного себя любимого везет. И то он нигде ни дорогу никогда не уступит, ничего, он самый уважаемый. А у меня-то там в салоне еще 50 человек за мной сидит и стоит. Не о себе только надо думать. Хотелось все-таки купить кабриолет. Так скажем, шел к своей мечте, нашел, купил. Город со стороны открытой крыши выглядит гораздо прекрасней. Чувствуешь себя как будто на прогулке по городу. Вот. И можешь рассмотреть город со всех сторон. А посмотреть есть на что. Размах у Новосибирска столичный. Главные магистрали просторные, проспекты широкие. Остальные улочки теряются в кварталах городской застройки. Сеть дорог – это 12 миллионов квадратных метров. Около миллиона ремонтировали каждый год. Но и этого было мало. В бюджете города прежде не хватало денег. Новости. Подрядчики приступили к работам на дорогах города. Новосибирск вошел в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». На обновление аварийных участков магистрали потратят чуть больше миллиарда рублей. Работы ведут на Станционной, Немировича, Данченко, Никитина, Петухова. По опыту последнего, может быть, пятилетки, да, это такой значительный и значимый объем для всех нас. Поэтому к нему и такое внимание и со стороны руководства города. И чувствуем эту ответственность с точки зрения будущих объемов. То есть, если сегодня показать себя с лучшей стороны, значит, ты с объемом будешь и на завтра. Дорогу к светлому завтра приходится прокладывать в темное время суток. Новосибирское движение диктует условия работы. В неспешном ритме ночи рабочие метр за метром одевают улицы в новый асфальт. Два метра в минуту. Ни больше, ни меньше. Компьютер выдает ровные параметры, как положено. Положить, как положено. Технология ремонта не терпит ошибок, не терпит спешки. А короткое новосибирское лето использовать нужно максимально. Улицы не перекрывают, иначе город парализует. Работают дорожники порой на пределе возможного. И по 1000 тонн, и 1200, и 800, сколько запланируют, мы все укладываем. Ну, желательно, что больше уложить, но по времени маленький не успеваем. Час пик, когда утром начинается, ну, просто мы не в силах здесь работать. Я тебе говорю, 6 КамАЗов, которые есть, нагружай и отправляй по 12 тонн. Отправляй быстрее, потому что уже день надо сворачиваться. Работа довольно-таки тяжелая, но для людей нужная. Многие не понимают всю эту нужность. Относятся так. Мешаем мы им постоянно, людям. Если на проезжей части, то автомобилистам, на тротуарах, пешеходам. Плотный автомобильный трафик и климат для асфальта – серьезные испытания. На прочность порой проверяют и нервы водителей. Ямы, колея, выбоины. Ремонтируют асфальт в Новосибирске почти круглый год. Но стереотип «дороги – одна из двух бед» в сознании засел прочно. Как многие говорят, да, что дороги у нас не в очень хорошем состоянии. Приходится частенько ездить в командировке, так скажем, в ближайшие города. Если человек там не был и не ездил по плохим дорогам, то советую людям съездить и посмотреть, как живут в других городах. Тягач заграничный. Дороги отечественные. Денис страной съездил вдоль и поперек. Машина, как дом, даже есть спальное место. Но чем дальше от дома родного, тем труднее ехать. У нас дороги лучше, чем на Западе. Намного лучше. За последние пять лет дорожными службами сделалось очень много. Одно удовольствие. На такой дороге сами чувствуете, как машина едет. Приятно. И таких дорог в городе стало очень много. Новости. Ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» подрядчики обещают закончить раньше. Представители Росавтодора приехали в Новосибирск с проверкой. Качеством работ московские ревизоры довольны. Мы привыкли работать быстро и качественно. Спустя роковат смысл. Можно выйти и работать год, а можно выйти за месяц это освоить и продолжать дальше трудиться. Можно сказать, девиз такой – быстро и качественно. По новому асфальту невольно хочется разогнаться посильнее. Скоростной режим и камеры не позволяют. Надо еще быстрее перебраться с одного берега на другой? Тогда вам в метро. Новосибирская подземка. Две ветки и 13 станций. По столичным меркам слишком мало. Но новосибирское метро на третьем месте по объему пассажирских перевозок после Москвы и Санкт-Петербурга. Комфортно, быстро. И я считаю, метрополитен – это для Новосибирска, это спасение для миллионного города. Всем хорош новосибирский метрополитен. Только строительство новых станций заморожено. Проекты есть. Нет возможности. Золотая нива. Конечная. Я надеюсь, что все-таки строительство метрополитена не остановится. Опять же, все-таки тоже следишь за новостями, за всем этим смотришь. Без федеральной поддержки этого невозможно. То есть силами нашего города, нашей области – это нереально. То есть тут уже должна нам помочь Москва. Все-таки должны вспомнить, обратить внимание на наш город, что нам необходимо развитие. Если под землей тупик, на земле перспективы. Впервые за три десятилетия в Новосибирске проложили трамвайную ветку. Такое даже в масштабах страны теперь редкость. Предложения автовладельцев убрать рельсы с улиц и расширить дороги звучат все чаще. А трамвай, между тем, завоевывает популярность. Как город может быть без трамвая? Это лицо города. Экологически чистый вид транспорта. Живем на чистой слободе. Добираться стараемся на трамвае, потому что это очень удобно сейчас. У меня двое маленьких детей, поэтому стараемся больше всего на трамвае ездить. Новая линия – это всегда новая. То есть сразу чувствуется, как вагон идет. Его не качает и не болтает из стороны в сторону. Вагон вообще идет бесшумно, без стука. Очень комфортно ехать. Нравится всем. Катаются даже. Даже просто катаются от начала и до конца. На новой ветке новый маршрут. В часы пик двойка выходит в рейс. 20 минут, и пассажиры из спального микрорайона доедут до площади Маркса. Трамвай в Новосибирске по-настоящему альтернативный вид транспорта. Маршрут недавно ввели, поэтому я очень рада ему. Мне удобно он очень. До Карла Марса добираться. Для меня очень комфортно. Мне очень нравится, удобно. Во-первых, остановка у меня рядом с домом. Это большой плюс. Я вышла и поехала, куда мне надо, без пробок, и добралась. Трамвай РВЗ-6М2. Выпущен в 1983 году. В 90-х он еще ходил по улицам Новосибирска. Теперь экспонат стоит в левобережном трамвайном депо. Свидетель бурного развития города, когда вагонов по новосибирским улицам ходило больше четырех сотен. Теперь городской трамвай после долгого упадка на новом витке развития. Вагоны ремонтируют и собирают новые на совместном с белорусами предприятии. Заметное отношение, руководство города, заинтересованность именно в обновлении городского пассажирского транспорта. Порядка где-то 138 вагонов уже требует обновления парка. И работа тут в непочатый край. Мы уже готовы к этому и прошли через это, где эти все стыковки-нестыковки. Все привели в порядок. И мы сейчас готовы работать на полную силу. За 20 дней в кузове, привезенном из союзного государства, делают электронную начинку. Потом ставят на обновленные тележки и в путь. Новосибирск. Город, рожденный на пути железной дороги. И сейчас живет движение. И движение это не останавливается ни на минуту. Город свой люблю. Считаю, что город наш развивается. С годами становится все лучше. Это раньше было. Здесь вообще и дороги все убитые были. Дома несуразные стояли. Сейчас все улучшается, все делается. Все облагораживается. И парки, и аллеи, и все делается. Все для людей. Просто я люблю свой город. Он всегда разный. Утром он один, в обед другой. Вечером тоже по-другому. Дома несуразные стояли. Субтитры создавал DimaTorzok